Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События» в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары и так коротко о некоторых из них. Начали работы раньше запланированного. В Самаре идет благоустройство первой очереди парка Воронежские озера. Цены на новые авто растут. Желающие обзавестись машиной все чаще делают выбор в пользу поддержанной. С какими подводными камнями они могут столкнуться и как совершить чистую сделку. В городе подвели итоги первого средника и наметили планы на субботник. В Самаре прошло заседание штаба по проведению месячника по благоустройству под руководством главы города Елены Лапушкиной. Не забывают специалисты о других сезонных работах, среди которых аварийный ямочный ремонт дорог. Подробности расскажем в сюжете. Свыше 3300 кубометров мусора вывезли с территории Самары с начала месячника по благоустройству. В уборке успели принять участие более 20 тысяч человек. В основном это дворники и специалисты муниципальных предприятий. Но выходили и жители города. Помимо вывоза мусора производятся такие виды работ, как вырошение снега, очистка опор освещений и фасадов от незаконной рекламы. Итоги первого средника подвели на заседание штаба по проведению месячника под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Наметили и планы на ближайший субботник. Гагаринский. Ожидается, что кроме заявленных работ начнется восстановление малых архитектурных форм, ремонт пешеходных ограждений и мойка остановок общественного транспорта. Активное участие в субботнике примут и жители города. Ситуация по сравнению с прошлым годом совсем другая. Если раньше мы даже никого не приглашали, пытались справиться собственными силами, то у нас сегодня есть возможность пригласить людей и почистить город гораздо раньше. В этом году особое внимание уделят и тем объектам и улицам, где пройдет Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Самара стала столицей для проведения юбилейного 30-го по счету праздника творческих студентов. В городе концерты и выступления пройдут сразу на нескольких площадках. Мы рассматриваем и территории, где будут в основном проходить мероприятия студенческой весны, делаем серьезные работы по благоустройству скверов, делаем работы по ремонту фасадов, по озеленению и многие другие работы. Обсудили специалисты и проведение сезонного аварийно-ямочного ремонта. Сейчас в городе уже выполнили две трети от плана этого вида поддерживающих работ. При этом в некоторых районах заключают дополнительные контракты, чтобы восстановить больше участков. После 20 апреля в городе начнут выполнять комплексный ремонт. Максимально сейчас задействуем все наши мощности, работаем во всех районах девяти города. Очень надеюсь, что в ближайшее время с приходом стабильных плюсовых температур уже перейдем на ремонт участков дорог и жители, конечно, это быстро почувствуют. Ресурсоснабжающие организации доложили о восстановлении участков, где зимой аварии заделывали временным способом. Сейчас составлен график, работы выполнят в три этапа. Сначала с 16 по 30 апреля восстановят благоустройство на участках, которые находятся под дорогами и тротуарами. С 1 по 15 мая на внутриквартальных сетях, остальные с 16 по 31 мая. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. С опережением графика в Самаре приступили к благоустройству парка «Воронежские озера». Работы выполняют по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За преображение именно этой территории самарцы активно голосовали в прошлом году. Как изменится парк, узнала наша съемочная группа. Парк «Воронежские озера» – одно из любимейших мест для прогулок у жителей промышленного района. Здесь и раньше было хорошо, а теперь станет еще лучше, говорят горожане, ведь этой весной в парке начали благоустройство. Теперь самарцы ждут, когда можно будет прогуляться в любимом месте. Но признаются, что строителей не торопят. Жители хотят, чтобы все было сделано качественно на века. Не надо торопиться, пусть сделают, как, говорю, положено, а мы, конечно, будем радоваться за наш город и гордиться им. Подрядчики начали работы две недели назад с опережением графика, как только позволили погодные условия. На объекте трудится 20 человек и 6 единиц техники. Сначала рабочие демонтировали старую чашу фонтана и инженерные коммуникации и приступили к земляным работам. На данном объекте конфигурация фонтана будет сохранена, изменен порядок фонтана, он будет сухой, то есть замкнутого цикла. Благоустройство парка проведут в несколько этапов в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». В прошлом году в рейтинговом голосовании эта территория оказалась среди лидеров. За преображение воронежских проголосовали более 23 тысяч самарцев. В текущем году у нас предусмотрена реализация первого этапа, который в себя включает устройство входной группы со стороны дублера Московского шоссе, которое будет включать в себя зону входную с реконструкцией фонтана и, соответственно, устройством освещения малых архитектурных форм газонов, тротуаров. Первый этап благоустройства парка планируют закончить до 1 сентября. Также в этом году начнется благоустройство сквера имени Куйбышева, сквера ЗАГСа в Управленческом, парка Молодежный и сквера на Ташкентской. А какие территории будут преображать в следующем году, самарцы смогут выбрать на рейтинговом голосовании, которое пройдет с 15 апреля по 30 мая на платформе 63.городсреда.ру. Мария Левина, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Обеспечить контроль за соблюдением прав осужденных – такова задача членов общественной наблюдательной комиссии. Срок полномочий прежних участников комиссии подходит к концу. Обучающий семинар рассчитан на новых кандидатов. Подробности в репортаже Максима Магомедова. Как защитить права тех, кто находится в местах принудительного содержания и действовать в рамках закона? Обучающий семинар прошел для кандидатов в члены общественной наблюдательной комиссии Самарской области. Встречу организовали Общественная палата России и Общественная палата Самарской области. Подготовка проходит в связи с истечением сроков полномочий действующих членов ОНК. Кандидаты, проходящие обучение, будут представлены в Общественную палату России. В соответствии с ее решением была определена квота на 20 человек. Это та часть граждан России и не только граждан, которые в соответствии с Конституцией обладают нашими правами. И их права должны быть тоже защищены, поскольку государство уже за преступления, которые совершены, их наказало. Но как граждане России, они должны чувствовать себя частью нашего сообщества. И мы должны понимать, что человеческое достоинство, оно нигде не должно попираться. Общественные наблюдатели в процессе осуществления своих функций вправе оценивать условия пребывания лиц в местах принудительного содержания, в том числе санитарные условия. Они содействуют защите их здоровья, помогают в решении личных проблем осужденных в коммуникации с близкими, а также во взаимодействии с руководителями исправительного учреждения. Члены ОНК имеют право обращаться в государственные органы по результатам рассмотрения заявлений, которые подают лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы. Осужденные могут подать жалобу по почте либо лично, когда члены ОНК посещают исправительное учреждение. В ходе семинара кандидатам в члены общественной наблюдательной комиссии было представлено методическое пособие по их деятельности, которое разработала Общественная палата России. Мы приглашаем на наши семинары для участия действующих членов ОНК и тех людей, которые в будущем решили связать свою деятельность именно в общественной наблюдательной комиссии и заниматься общественным контролем местоприлудительного содержания. Сегодня этот институт, он единственный в мире в нашей стране. В других странах такого института нет совершенно. Наша задача, чтобы этот институт развивался и совершенствовался, а также прирастал грамотными профессиональными кадрами. В структуре Общественной палаты Российской Федерации создан координационный совет, в который входит каждый председатель региональной комиссии. Это позволяет оперативно обмениваться информацией и положительным опытом, а также реагировать на острые проблемы. Этот орган обеспечивает слаженную деятельность в каждом субъекте федерации. О работе общественных наблюдательных комиссий положительно отзываются люди, которые пребывают в местах лишения свободы, а также их родственники. Максим Магомедов, Максим Гусев, События. На семинаре также вручили благодарственные письма от президента России Владимира Путина членам Общественного штаба независимого наблюдения за выборами, который работал во время проведения предвыборной кампании в дни голосования за депутатов Государственной думы 8-го созыва и депутатов Самарской губернской думы. Высокой наградой удостоены генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун, сопредседатель общественного штаба, председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, сопредседатель общественного штаба Владислав Волков и руководитель аппарата общественной палаты Самарской области Иван Тимофеев. За время работы штаба общественного независимого наблюдения за выборами прошло порядка 70 мероприятий, на которых подготовили свыше 5000 наблюдателей. Еще 300 жителей проявили интерес к общественному наблюдению и заполнили заявки во время работы живых информационных центров. За три дня общественным штабом были отработаны 103 сообщения. Покупка поддержанного автомобиля – целая наука. Для новичка приобрести авто от собственника без посредника и в хорошем состоянии – сложная задача. Как выбрать подходящий вариант, на что обратить внимание при осмотре и как правильно составить договор, расскажет Максим Магомедов. Цены на новые машины продолжают расти. Это вынуждает желающих обзавестись четырехколесным другом рассмотреть покупку автомобиля с пробегом. Его стоимость значительно ниже, при этом можно найти вариант с топовой комплектации или премиальной марки. На сайтах объявлений представлен широкий ассортимент. Однако машину на продажу не всегда выставляет собственник. На рынке поддержанных авто работает много перекупщиков. Провести юридически чистую сделку с ними не удастся, потому что многие из них не вписываются в паспорт транспортного средства и не регистрируют машину на себя. Такой способ покупки опасен тем, что предыдущий собственник может снять машину с учета. Тогда у нового владельца возникнут сложности с ее постановкой на учет в ГИБДД. Сейчас схема продажи автомобиля довольно простая. Человек, который продает, он просто пишет куплю-продажу на месте, то есть это бланк, который можно взять и распечатать в интернете. И перекупщики различными способами пытаются уговорить владельца, которого покупают машину, чтобы он оставил место для нового собственника. Тем самым перекупы получают договор с его данными и потом просто перепродают машину и вписывают в это пустое место нового владельца. Вычислить такого продавца можно по аккаунту на площадке с объявлениями. Если профиль создан недавно или в завершенных публикациях много проданных автомобилей, то, скорее всего, он занимается перепродажей. Чаще всего такие продавцы не показывают машину возле дома, а выбирают нейтральную территорию на парковке торгового центра или автостоянку. Специалисты по подбору авто советуют начинать осмотр автомобиля с проверки документов. Первым делом необходимо сверить ВИН-код в ПТС и на кузове автомобиля. Он не должен иметь дефектов и затертостей. Шрифт ровный, без плавающих символов. После можно перейти к оценке кузова. Это самая главная деталь автомобиля, потому что выполняет несущую функцию. Для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находится машина, специалисты советуют воспользоваться специальным прибором – толщиномером. Его сдают в аренду. С его помощью можно узнать, чинили ли или красили машину. Каждую деталь автомобиля рекомендуется проверить как минимум в пяти точках. Толщина краски должна быть не более 150-160 микрон. У разных производителей она может отличаться. Этот параметр лучше уточнить заранее в интернете. Также не забываем про внутреннюю часть автомобиля. Мы для этого открываем дверь и смотрим пороги и стойки. То есть у нас слой должен быть у порог и стойка меньше, чем у навесных элементов и у крыши. Также не забываем про осмотр крыши. Сейчас вам покажу, как выглядят крашенные детали. Здесь мы видим 1500 микрон. Это означает, что здесь у нас присутствует шпаклевка. То есть значит был небольшой удар в заднюю часть. И для этого мы уже смотрим более детально внутренние элементы. В подкапотном пространстве прежде всего обратите внимание на болты крепления крыльев и капота. Потому что бывает красят под прибор и ваша задача определить, менялась деталь полностью или нет. Каждое автомобильное стекло имеет заводскую маркировку с датой производства и эмблемы изготовителя. Если информация на стеклах отличается, это говорит о том, что стекло меняли. Оптика тоже имеет свою маркировку. Разные фары могут свидетельствовать о том, что машина побывала в ДТП. Потеки на двигателе говорят о его негерметичности, что в дальнейшем может привести к дополнительным затратам на ремонт. Также стоит обратить внимание на состояние технических жидкостей. Визуально они должны быть чистыми, без примесей. Если автомобиль вас устроил, можно переходить к оформлению сделки купли-продажи. Юристы советуют приобретать автомобиль только у владельца, который вписан в паспорт транспортного средства. Составить договор можно самостоятельно, распечатав бланк из интернета. В документе нужно указать паспортные данные и адреса регистрации продавца и покупателя, а также номер кузова и силового агрегата. Очень рекомендую уточнить паспортные данные продавца и посмотреть в открытом источнике на сайте Федеральной службы судебных приставов, нет ли в отношении данного лица какой-то задолженности. Необходимо зайти на сайт Нотариальной палаты в реестр залогового имущества и уточнить, не находится ли этот автомобиль, который планируется приобрести, в этом реестре. Это на тот случай, если вдруг будет необходимо расторгать договор и доказывать, что покупатель являлся добросовестным приобретателем, вот этот момент является существенным для суда. Некоторые продавцы часто стараются занизить сумму сделки, чтобы избежать уплаты налога. Юристы не советуют соглашаться на такие условия, потому что в случае расторжения договора в суде можно будет рассчитывать только на ту сумму, которая была указана. Также, чтобы обезопасить себя от претензий со стороны продавца, необходимо взять расписку о получении денежных средств за автомобиль. Она должна быть написана от руки. Максим Магомедов, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. На городские улицы вернулись электросамокаты. Популярное средство передвижения появилось во всех точках Самары. Ранее расположено в специальных местах, где не будут мешать автомобилистам и пешеходам. Однако, стоит помнить, что новый вид транспорта не только удобен, но и опасен. Невнимательность вкупе с высокой скоростью неоднократно приводила любителей устройств к ДТП с участием пешеходов в прошлом году. А в конце марта Верховный суд России разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам. Одно из ведущих муниципальных предприятий Самары ТТУ продолжает набор сотрудников водителей, трамваев и троллейбусов и кондукторов, освоить новую профессию может любой желающий старше 18 лет. Пять месяцев проходит обучение в учебном центре при организации. С выплатой стипендии в размере МРОД, а сразу после трудоустройства с приятными бонусами. О них подробнее расскажет Мария Левина. Любимое развлечение маленькой дочки жителя Самары Игоря Меньших – прокатиться на трамвае. Во время одной из таких поездок Игорь заметил объявление о наборе сотрудников ТТУ и решился. С апреля он посещает учебный центр ТТУ, сейчас изучает теорию, механика, электросистемы, подвижного состава. А после будет практика на учебном трамвае. Пять месяцев обучения завершатся квалификационным экзаменом в центре. В частности, сто вопросов нужно будет знать на зубок. Также в ГИБДД предстоит сдать на права. Потом незамедлительное трудоустройство, заключение трудового договора и стабильная работа на одном из ведущих муниципальных предприятий Самары. Решил освоить новую профессию для себя, как водитель трамвая. Стабильность, зарплата, завершенные дни, соцпакет. После трудоустройства в ТТУ начинающему специалисту выплатят подъемные. Человек сразу получает 100 тысяч рублей, которые он может потратить полностью на свое усмотрение. Они не подразумевают какие-то целевые назначения, но он должен с нами три года отработать. Во-первых, это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне. Профессия водитель трамвая, троллейбус в настоящее время набирает престиж и какое-то уважение. Заработная плата индексируется регулярно. Даже в самые тяжелые периоды пандемии, когда пассажиропоток снизился, как и выручка предприятия, выплаты сотрудникам не задерживались ни разу. А с апреля текущего года зарплаты водителей выросли на 20%. Причем новички в профессии могут рассчитывать еще и на ежемесячную доплату к зарплате. Надбавка водителям со стажем до двух лет – полторы тысячи рублей. Кондукторам со стажем до шести месяцев доплачивают тысячу рублей. Лекции для новичков, наглядное обучение проводят сотрудники ТТУ. Также приглашаются медики. Они рассказывают и показывают, как правильно оказывать первую помощь. В каждом классе центра – тренажеры. От манекена Максима до симулятора водительской кабины с актуальной системой управления. Обучение не из легких, но интересное, рассказывает начальник учебного центра Геннадий Шефер, который сам почти полвека в ТТУ. Из них 24 года был начальником Кировского трамвайного депо. Впрочем, приходилось управлять и трамваями, и троллейбусами. Профессия водителя трамвая и троллейбуса всегда в почете и всегда востребована. Городу нужен этот транспорт. Это самый экологический транспорт на земле. Что трамвай, что троллейбус. Профессия, которая останется на всю жизнь. И вы в любой момент можете воспользоваться этим. В прошлом году обучение в центре прошли 29 человек. Семь слушателей сядут за парты в мае, при этом набор продолжается. На работу в ТТУ приглашают также и кондукторов. Со старта активной рекрутинговой кампании за последние две недели ряды этих специалистов пополнили 12 человек. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Самарская область получит более 700 миллионов рублей на поддержку занятости. Выделенные средства пойдут на организацию временных рабочих мест для жителей, которые останутся без работы. Помимо этого, средства из федерального бюджета будут направлены на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрирован в службе занятости. Деньги пойдут и на дополнительное профессиональное обучение сотрудников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Это позволит им сохранить занятость, если производство будет переориентировано и повысить свою конкурентноспособность. Всего мерами поддержки планируется охватить не менее 12 тысяч человек. При этом, по мере расходования выделенных средств из федерального бюджета, планируется выделение второго транша. Познать себя, укрепить нервную систему и найти новых друзей. В то время как одни для душевного равновесия проводят время в кабинете у психологов, другие просто читают. Специалисты утверждают, что чтение – один из самых действенных методов психотерапии. Как книга может помочь и о чем говорят наши литературные пристрастия, выясняла Мария Левина. Почему именно такая книга? Потому что все знают мультипликатора Хаяо Мейзаки, и у него есть именно такой мультфильм «Воспоминания о Марне». И мне хочется, мне интересно знать, в чем отличие книги от мультфильма, соответственно. Листая книжные страницы, Галина Кравцова придумывает собственный яркий мир. Среди напечатанных букв художница ищет вдохновение для создания своих картин. В месяц девушка с упоением читает больше десяти книг. Любимые жанры – это фэнтези и фантастика. Говорит, погружаясь в мир волшебства, вспоминает детство и любимые мистические истории. Мне кажется, это с детства у меня пошло, когда пошли вот эти все фильмы сверхъестественные, зачарованные. Кто, конечно, об этом помнит. Возвращение в детство, как говорится, даже тот же Гарри Поттер – это волшебство, это необычное. То есть это волшебство после нервной жизни получается. Всем чуточку нужно волшебство в нашем мире сейчас. Фэнтези набирает популярность среди читателей ежедневно, говорят библиотекари. В зависимости от пола и возраста самарцы выбирают разные подтипы жанра. Фантастика, она бывает очень разная. Люди тоже по-разному на нее смотрят. Есть такая, как бы, извод фантастики, как романтическая фантастика. Ее читают в основном там женщины взрослые, да. То есть это такие романтически порукрашенные истории про рыцарей, с драконов, замки и какие-то путешествия в другие миры. А более, так скажем, люди помладше и мужчины, да, парни, мальчики, они любят фэнтези, замечая магии. В топе популярных книжных историй также классика, психология и книги, по которым сняты фильмы и сериалы. Ежемесячно фонд библиотеки пополняют, исходя из запроса читателей и ожидаемых кинопремьер. Для этого работает специальный отдел комплектования и каталогизации. Спрос часто зависит и от интернета. Интернет может задавать тренд на ту или иную историю, так, например, заметки психолога в блоге, или, к примеру, экранизация, как это было с Джейн Остин. Книга «Лучший психолог», утверждают специалисты. Успешнее проходит социализация, укрепляется нервная система. Более того, это своеобразный способ познания себя. Есть категория пациентов, которым даже психотерапевты советуют в случае, например, нахождения в депрессивном состоянии не читать книги с таким достаточно серьезным сюжетом, со всякими перипетиями, со всякими, допустим, трагическими событиями. И советуют, например, выбирать книги более легкие, позитивные. Например, те же сказки даже, которые иногда взрослым полезны. Есть даже специальный метод помощи пациенту – сказкотерапия, когда необходимо посмотреть на то, что происходит внутри. Сказка соединяет сознательное с бессознательным. Психологи уверены, в ней нет ничего лишнего. Она прокладывает путь из реальной психологической проблемы к ее разрешению и исцеляет. Кроме того, любимая книжная история из детства помогает проанализировать и понять свой жизненный сценарий. Мария Левина, Константин Головин. События. В музее «Самара Космическая» открывается персональная выставка российского графика автора тысяч книжных иллюстраций и гравюр, члена Союза художников России Виктора Понидова. Все экспонируемые работы выполнены в технике Афорт. Эта разновидность гравюры на металле продолжит тему Ольга Волкова. Его творчество знакомо каждому с детства по обложкам книг «Конек-горбунок», «Сказки Гореловской рощи» или «Остров сокровищ». В музейно-выставочном центре «Самара Космическая» открывается выставка всемирно известного графика автора тысячи книжных иллюстраций, гравюр, экслибрисов Виктора Понидова. Экспонируемые работы выполнены в технике Афорт. Это разновидность гравюры, в которой углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металла. Таинственные планеты, космические корабли и, конечно, Гагарин. 13 картин погружают в атмосферу космоса, что неудивительно, ведь Понидов наш самарский художник. «Отец вообще очень увлекался космосом. И когда полетел Гагарин, он говорит, я выскочил на улицу. Мне казалось, что все должны выйти на улицу. Это было такое вот, говорит, я и шел по этой улице, оглядывался на людей, смотрел. Ну, в общем, для него это была какая-то очень трепетная тема». Выставку работ Виктора Понидова сможет увидеть любой желающий до октября 2022 года. При этом цикл творческих мероприятий на этом не заканчивается. «Это великолепная возможность, понимаете, предоставлять высокое искусство нашим посетителям. Перед этим у нас была выставка художников, Самарских союз художников. На фоне этого у нас была выставка детских рисунков. У нас постоянно меняющаяся экспозиция, то есть даже та Самара космическая, основная экспозиция, на самом деле меняется». 12 апреля 2022 года музейно-выставочному центру Самара космическая исполняется 15 лет. В честь этого события самарцев ждет много тематических мероприятий. Ольга Волкова, Константин Головин. События. На этом выпуск подошел к концу. Все наши новости можно читать в телеграм-канале, на официальном сайте Самара ГИС, в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей можно увидеть на Рутюбе. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова